Станислав Зюсько, востоковед, культуролог, и сегодня мы поговорим о религии и о духовности. Мой первый вопрос заключается вот в чем. Скажите, пожалуйста, что такое религия и что такое духовность, и чем религия отличается от духовности? Это широкие философские понятия. Когда мы говорим о философских понятиях, нет какого-то одного определения. Поэтому я могу объяснить так, как это понимают в тех духовных школах на Востоке, которыми интересовался я. Какие грани этого явления там можно обнаружить. И прежде всего мы понимаем, что слово духовность нравится всем. А религия? Нет, ну религия это просто анти-пиар в целом. Не знаю, допустим, у меня в детстве не было такой антипатии к слову религии. С другой стороны, я родился и вырос в семье атеистов, может быть, поэтому. Поэтому как человек знакомится с религией, зачастую, если его заставляют ребенком стоять на службах, я не думаю. Но речь идет о другом, о том, что слово духовность все-таки нравится всем. И люди, они это понимают очень широко, все, что не является просто жизнью ради добывания куска хлеба. Поэтому в обычном понимании человек интересуется философией, он духовный человек, он интересуется театром, он духовный человек и так далее. Он хочет спасать дельфинов и заботится об их здоровье, он духовный человек. Вот, или он гуманист, он любит, там, готов накормить голодного. Но все же, если мы рассматриваем точку зрения именно религиозных каких-то концепций, то слово духовность немножко надо сузить как понятие трансцендентное. То есть то, что имеет своим предметом что-то за пределами мира, рождения и смерти. Вот, и на востоке есть такое удивительное слово или термин, который звучит как сад. И слово сад, оно обладает тремя основными значениями. Это истина, сад. Потом это сущее, что-то, что существует. И также сад означает вечность. И вот три этих значения, они определяют понятие духовности и истины именно на востоке. Оказывается, что истинным, в подлинном смысле слова, может быть только то, что существует вечно, что не подвержено власти, времени и смерти. Оказывается, что истинным, только то, что является вечным, только то действительно существует. Все остальное это фактически временный мираж. Поэтому все-таки, если мы говорим о понятии духовность больше в таком религиозном значении или в значении мистическом, то все-таки духовность это то, что имеет отношение к душе и к сверхдуше, к источнику души, к Богу. То есть к какой-то вечной реальности за пределами мира материи. И слово психология, которое сейчас очень популярно, ведь изначально психея, психа означает душа. Это наука о душе, но уже в понимании больше интеллектуальном или биохимическим. Но в высшем смысле поляной духовности и истинная психология это одно и то же. Это наука о бессмертных реальностях за пределами бренной материи. Вот это духовность в глубоком, в мистическом, в метафизическом смысле этого слова. Отношение души и Бога, личный прогресс человека. А второй компонент это взаимодействие религии и общества. Этот элемент он обычно связывается с политикой. Причем если мы рассматриваем саму религию, то там есть спектр каких-то запретов. Туда не ходи, то не делай. А есть, собственно, какой-то мистический опыт, который радует сердце. И поэтому для людей, которые вне религиозной какой-то жизни, вне, собственно, духовной жизни какой-то находится, для них религия это либо синоним слова какие-то запреты того, что хочется делать, либо это синоним слова политика. Потому что сердце религии, собственно, жизнь души для них это неизвестно. Они не пробовали. А духовность считается чем-то более абстрактным, то, что может быть связано только с тобой, с твоей жизнью. И поэтому это как более такой мягкий термин употребляется. Но на самом деле нормальные люди, они всегда знают, что религия это духовность, духовность это религия. А вот недавно в диалоге с преданными прозвучала такая фраза, что сознание Кришны это не религия, и гаудио-вашнавизм это тоже не религия. Право ли был мой собеседник? Можете прокомментировать? Ну это один из проповеднических подходов, который говорит о том, что разная глубина постижения божественного может быть. И все-таки с понятием религия связана идея о том, что источник грозен, что при встрече с ним ты преисполняешься благоговением и трепетом, и так далее. И обычно вот с таким трепетом, с боязнью, со страхом Божьим и связаны понятия религии. Но даже если мы посмотрим христианских святых, допустим, старец Силуан, он говорил, что когда на вершинах духовного опыта человека переполняет благодать, то страх Божий отступает на задний план. И поэтому, если мы говорим о подлинной духовности, в том числе о сознании Кришны, в своих каких-то глубоких проявлениях, то это действительно не религия, а это спонтанная жизнь сердца, которая не боится Господа, которая ищет Его, которая является ребенком иной земли, обитателем иной земли. И, в общем-то, если мы говорим о каком-то глубоком понимании разных духовных традиций, то они просто зовут тебя домой. Они говорят, что «Джан Мамритю Джирави Атхи Дука Душана Даршанам» — тот мир, где есть рождение, смерть, старость, болезни, где у тебя не может быть вечных отношений, вечных друзей, подлинной удовлетворенности, он не может быть твоим домом. И поэтому, приходит ли Иисус, или приходит ли Мохаммед, или приходят ли аватары, такие как Кришна и Шричитане, они зовут нас домой. Это объединяет все религии. Но если мы говорим о сознании Кришны, то сознание Кришны — это то, что Шадхара Махарадж называл полноразвитый теизм. То есть духовная традиция, в которой подробно описан мир Бога. И причем веды говорят, что не один мир Бога существует, а существует множество миров, аватар. Поэтому мы говорим, что в том значении, в каком мелость в виду, имеется в виду, что большинство духовных концепций этого мира, они говорят просто общие вещи о том, как искать надмирную личность. Кто-то христианству говорит, мы по образу и подобию Божьему. Но каков Бог, каков его мир, каковы отношения с ним, это подробно раскрывается только в ведических текстах. Поэтому, естественно, что в известной степени вайшнавизм, то есть сокровенные истины, которые содержатся в культуре Востока, они превосходят не только другие религии, они превосходят даже веды. Некоторые писания говорят, что олицетворенные веды, они говорят, что мы видим, что некоторые учителя являют такое откровение, некоторые аватары, что даже мы, являясь ведами, этого не знаем. Поэтому сознание Кришны — это необычайно сокровенное знание о Боге. Оказывается, есть такой план бытия, где любовь настолько стирает границы между слугой и господином, между источником и его частицей, что господин забывает о том, что он господин, слуги забывают о том, что они слуги, и все живут одной семьей. И эти сокровенные истины о том, что есть план бытия, где нельзя бояться того, кого любишь, и нельзя любить того, кого боишься, где все живут одной семьей, и он, в принципе, находится за пределами не только даже понятия религии мирского, но даже понятия веды. Потому что веды, они в основном говорят о том, что надо делать, чтобы исполнять свой долг в этом мире. А подобные концепции Абсолюта, когда можно жить с Богом одной семьей, о чем говорит сознание Кришны, не знают не только мировые религии, но даже веды. Хотя проблеск есть во всех традициях. Очень интересно. А скажите, следующий вопрос. Какая из религий сейчас преобладает в мире, и почему? Я не знаю. Я вот никогда не интересовался, какой процент. В мировые, в сами мировые религии обычно включают арамические религии, это христианство, ислам, иудаизм. Включают буддизм. Консервативный список на этом заканчивается. Индуизм или ведическая традиция настолько многомерна, что часто исследователи говорят, мы даже не можем здесь выделить какую-то четкую традицию. Мы привыкли, что духовная традиция — это какая-то одна нота, а веды — это целая симфония. Как ее слушать, как ее анализировать, непонятно. Кто-то говорит, не ешь мясо, а кто-то говорит, принеси к козлика матери кали, кто-то говорит, люби всех, а кто-то говорит, убей всех и так далее. То есть, чтобы понимать веды, надо быть внутри традиции. А так как религиоведы зачастую нет традиции, поэтому они даже индуизм не относятся к мировым религиям. По этому простому признаку мы можем понять, что с точки зрения официального признания наиболее распространен и ислам, христианство, буддизм, но с точки зрения количества последователей, естественно, индуизм, ведическая традиция тоже очень велик. Поэтому широкомыслящие религиоведы включают его. А допустим, иудаизм, хотя его не так много людей исповедуют, часто включают просто потому, что он оказал существенное влияние на христианство, на ислам. Но по количеству, скорее всего, вот эти традиции, это индуизм и буддизм, это Восток, и ислам, христианство, это Запад. Говорят, что в индуизме около 330 миллионов богов. Это правда? И с чем это все происходит? Нет, мы говорим, что 33, 3, 33 – это сакральное число, как и число 7, символическое. Даже там в сказках Пушкина 33 богатыря выходят из моря, а море – это символ инобытия там, иного мира. Море, темный лес, глубокая пещера – это значит, что это уже пространство других миров. Поэтому даже в русских сказках вот это число 33 – это воспоминания о знаниях о ведических богах, которых 33. И объясняется, что существует так называемые три мурти, то есть три главных божества, которые контролируют три главные энергии мироздания – Шива – разрушение, Вишну – поддержание, и Брахма – творение. А помимо этих трех великих владык, великих богов, есть разные классы живых существ, которые обитают на более высоких планетных системах, они на санскрите называются сварга. Их там 33 класса. Если условно в каждой из 33 классов взять по миллиону обитателей, каждый форм жизни, каждого вида богов, то вот и будут эти знаменитые 33 миллиона. А что-таки 33, не 330? В разных источниках, по-разному, смотря сколько нулей забудешь стереть. Обычно либо 33 основных вида богов, либо 33 миллиона. Но если где-то просто опечатались с нулями, получается 330 тысяч, и дальше уже зависит от качества типографии. А скажите, что это за такая религия, как Гаудио-Вишнавизм? Можете рассказать о том? Это достаточно просто. Прежде чем сказать, что такое вайшнавизм, вайшнав происходит от слова «Вишну». А «Вишну» — это синоним слова «Господь», «Всевышний». Поэтому если мы будем смотреть в Индии, когда ты спрашиваешь индийцев, индуистов, вот существует множество богов. Кто же из них главный, кто верховный, будет две основные версии. В зависимости от двух групп Пуран, Писаний. Кто-то назовет Шиву, Махадев, а кто-то назовет Вишну. Но чаще так складывается, что Шиву почитают те, кто интересуется тантрой, то есть различными практиками, которые включают в употребление мяса, галлюциногенов, каких-то таких вещей. А в большей степени интеллектуалы, чистоплюи. И люди, которые близки к тому, что христианство понимает как духовность, они поклоняются Вишну в основном. В Индии. Поэтому Шаевы — это последователи Шивы, а Вайшнавы — это последователи Вишну, Бога, и различных его воплощений, и проявлений. А если мы говорим Гаудио Вишнавы, то Гаудио Вишнавы поклоняются последнему приходу Абсолюта Бога в этот мир, Шричи Тани, который приносит практику воспевания имен. Потому что в другие эпохи, в какие-то йоги медитировали в Гималаях, в какие-то совершали же это приношение. А в нашу эпоху начинается культивировать культура духовного звука. Христос говорит, «Досветится имя Твое». А Ветхий Завет — это сплошные жертвоприношения барашков и так далее. Точно так же в Ведах в древности цари могли приносить жертву коней. Но сейчас в нашу эпоху шричитание воплощения Радхи и Кришны, то есть сам Вишну, сам по себе этот Вишну — это всего лишь навсего функциональное проявление еще более сокровенной концепции Абсолюта Радха и Кришна. То есть изначальный мужчина, изначальный женщина. Олицетворенная красота и любовь — это Радха и Кришна. А Вишну, о которой мы говорили, из которого все аватары исходят, это такое функциональное проявление, которое имеет дело с миром материи. Он выдыхает Вселенные, потом он входит в каждую из них и поддерживает их. То есть Вишну работает. А Радха и Кришна, они настолько очарованы друг другом. Абсолютный мужчина, абсолютная красота и абсолютная женщина. Олицетворенная любовь. У них есть свой мир. И в Писаниях ведических говорится, что три четвертых всех энергий Абсолюта работают в духовном мире. Только одна четвертая поддерживает психушку, психиатрический дом, который называется материальный мир. А вот там как раз работает Вишну. Поэтому Шри Чайтания, это даже не воплощение Вишну, а это когда Радха и Кришна, они сливаются друг с другом и приходят, и сам Кришна начинает воспевать собственные имена, чтобы постичь себя, как иногда мы хотим посмотреться в зеркало, и постичь любовь к нему Радхарань. Вот тогда все эти интересные события, они создают Шри Чайтанию, которые приносят практику воспевания Харе Кришна Махамантры, прославления мужского и женского начала в Абсолюте. И вот Гауди Вишнавы, это последователи Шри Чайтании. Как вы рассказываете, это просто невероятно. Что это за Харе Кришна Махамантра? Ну, любая мантра означает следующее, манас тре-те, манас ум тре-те, освобождение ума. И, как мы уже говорили, обычно на Западе понимается, что Всевышний, он мужчина. И он является пророком, он может приходить в каких-то образах, но даже если он в каких-то образах является, в основном он является в каком образе? Грозный старец. А возникает вопрос, если мы по образу и подобию Божьему, то с мальчиками понятно, откуда девочки. Поэтому на Востоке есть идея не только об Абсолюте, не то, что Абсолют одинокий в космосе, там висит в духовном, а что он распространяет в себя. И его энергия — это женское начало. Поэтому на Востоке всюду есть понятие Шакти и Шактимон. И там не просто будет Бог, а там будет энергия и Бог. Причем энергия упоминается раньше. Лакшмина, Райна, Сита, Рама, Радха, Кришна. То есть в действительности глубокое ведическое представление об абсолютной истине — это не только мужское начало, Вишну, которая выдыхает Вселенная. Это техногенная концепция Бога. Большой взрыв. Большой взрыв, то, что физики говорят, это вдох и выдох Вишну. Но это такой технический момент. А если мы говорим о сокровенной реальности, изначальной реальности, с которой все произошло, о самой сокровенной концепции Абсолюта, то она двойственная — Радха и Кришна. И Харе Кришна мантра — это обращение ко Всевышнему, но не только ко Всевышнему, к Кришне, к олицетворенной красоте, но и к Радхе. А само слово «Аратха» происходит от санскритского глагола «Аратхана» «посвящать себя, служить». Поэтому это не только олицетворенная красота Кришны, но и олицетворенная любовь, энергия служения этой красоте. Поэтому Радха и Кришна — красота и любовь. Харе Кришна маха мантра. И это именно эту мантру, которая ведет в семью Радхе Кришны, в этот мир, в это измерение духовного бытия, в семью Бога, именно эту мантру приносит Шри Чайтами, потому что он и есть. Радха и Кришна, которые приходят в единые личности. Можете объяснить дословно значение мантры? Ну, это все Кришна очень любят делать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе – это обращение, Хара неотлично от Радхи, Харе Кришна, и Рама означает Радхика, Рамана, Кришна, Кришна, Который дарует наивысшее наслаждение Радхаране. Поэтому слово имя Харе или имя Харе, это одно из имен Радхарани. Если имя Радха происходит от глагола Радхана, то есть служить, посвящать себя, то имя Хара происходит от санскритского глагола Харана, что означает воровать, похищать. И имеется в виду, что своей любовью, самозабвенной преданностью Радха похищает навсегда свою собственность, сердце Кришны. Та, чья беззаветная преданность настолько велика, что сердце Кришны ее собственность. Поэтому Харе указывает на Радхаране. А Рама и Кришна, Кришна указывает на Кришну, а Рама указывает на Кришну как возлюбленного Радхарани, как собственность Радхарани. Поэтому вся Харе Кришна Махамантра, она говорит об абсолюте, как об объединении мужского и женского начала. И в служении этой божественной чете, Радхе и Кришне, душа обретает наивысшее совершенство. Это было в гностических, допустим, в определенных представлениях поэта-символисты, они стали чуть-чуть прозревать. Они говорили о вечной женственности, начинают стихотворение Владимира Славьева и заканчивая прекрасной незнакомкой Блока. Поэтому всегда наиболее прогрессивные умы, они чувствовали, что должно быть какое-то женское начало в абсолюте. В христианской теологии это начало называли Софией. Но полное, подробное учение о мужском и женском началах в абсолюте дает только гаудия-вайшнализм, последовательнейшей читания. Почему? Потому что в Шичитане есть Радха и Кришна, которые сами приходят и рассказывают о себе. Скажите, а как можно... Зовут свой мир. И Харе Кришна Махамантра это есть зов нам всем вернуться на родину, жить в мире Всевышнего, в мире Кришны. А как можно начать воспевать Махамантру? Ну, должно быть какое-то вдохновение. Вот. И вдохновение приходит только от тех людей, которые уже вдохновлены это делать. Вот. Потому что, например, если кто-то читает в книжках, даже всегда чувствуется, когда человек повторяет, когда он услышал, как повторяют мантру, или когда он повторяет, прочитав книжки. Например, когда человек в книжке прочитал, он повторяет обычно так. Харе-Кришна, 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 Харе-Харе, Харе-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе. Вот. А если он черпает даже стиль воспевания из-за общения, он будет говорить, Харе-Кришна, 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 Харе-Харе, Харе-Рама, Харе-Рама, Раму-Рама, Харе-Харе, понимаете, уже не так, что Харе-Кришна. Вот. Поэтому даже то, как человек выговаривает слова, чувствуется, является ли это интеллектуальным познанием, либо он эту мантру услышал, как предписывают веды от каких-то людей, которые уже имеют посвящение, которые являются мистиками в какой-то степени, и вдохновился. Вот. Поэтому как люди доходят до жизни, такой это отдельный вопрос. Вот. Но, естественно, что захочется им повторять, скорее всего, всерьез надолго, только после того, как они встретятся с людьми, которым тоже это нравится делать. Скажите, вот после вашего объяснения значения мантры, я поняла, что, ну, вот мое личное восприятие до вашего объяснения было немножечко другое. Так должно происходить, в принципе. Да, вот скажите, обязательно ли человеку, воспевая мантру, будет понимать ее глубинный смысл? Или можно просто воспевать, надеясь на то, что рано или поздно это понимание в процессе общения, может быть, еще чего-то? Вот здесь, вот здесь, да, такое непривычное для нашего разбалованного ума, вообще в ведической системе вообще мантры не объясняются. Считается, что вот просто тебе дается мантра, учитель у тебя человек хороший, плохой мантры не даст, поэтому повторяй, будет тебе счастье. Точно так же, например, с духовными именами. Вот, но естественно, что так как наш разум, он тоже требует какой-то пищи, иногда какие-то объяснения нам даются. Но, в общем-то, главное, что открывает двери мантры, это определенное состояние сердца. А состояние сердца, которое нужно для воспевания конкретных Харикришна мантры, оно описано в двух таких санскритских шлоках. Первым звучит так, Атахши Кришна намнади и набхавет грахим индриях сэван нукхихи джихвада свайм эвас пурадедах, что в действительности наш язык не может произнести духовный звук. Духовный звук, он вообще не из материальных компонентов. И на самом деле, когда мы считаем, что мы воспеваем мантру, мы эту мантру зовем, призываем. И только если наше сердце, оно обладает качеством сэван-мукхи, то есть духом преданности, жертвенности по отношению к абсолюту, если мы не просто из любознательности хотим узнать, что там наверху, а мы искренне желаем отношений с безграничным, на основе бескорыстности, любви, тогда имя может само не зайти. То есть, когда много людей говорят, что мы повторяем Харе Кришна мантру, это такой оптимизм. На самом деле они ее призывают, потому что вайшнавские святые, они описали, что происходит с человеком, когда мы не призываем имя, а когда оно не сходит. И когда в подлинной молитве, в пронизанной духом любви и преданности настроении призывается мантра, происходит вещь, которую описывает Рупага Свами, вайшнавский святой, когда имя начинает свой танец на твоем языке тунде, то Рупага Свами говорит, когда святое имя не сходит на мой язык, мне хочется иметь миллионы языков. Когда Карнар Будепхан с прихом, когда оно касается моих ушей, мне хочется иметь миллионы ушей. И чем завершается это описание подлинного святого имени, которое не сходит из духовной реальности. на 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 невозможно представить себе, я не могу понять, на на я не знаю, сколько нектара вмещают эти два слога Кришна. Вот, поэтому, если мы сравним это описание, что мне хочется иметь миллион языков, миллион ушей, я не знаю, сколько нектара вмещают эти два слога Кришна со своим Харе Кришна, Харе Кришна, мы поймем, что что-то не так, не совсем подпадаем под описание, потому что мы на самом деле призываем имя, а не воспеваем его, воспевают его святые, которых на земле единицы. Вот в чем дело. Но даже это несовершенное призывание имени, которое мы называем гордовоспеванием, оно так или иначе действует. Но надо понять, что в любом виде деятельности есть градация, поэтому он на роликах катается вокруг своего дома, кто-то побеждает на соревнованиях. Это немножко два разных явления. А кто-то еще катается вокруг дома и постоянно там же и падает. Таким образом. Поэтому первое условие — это севен муки, дух преданности, и второе — это смирение. Когда мы имеем дело с безграничными, мы своих условий не выставим. Поэтому подлинные святые, они обладают определенными качественными. Трината Писуничина, Тарора Васахишнина, Аманина, Манадена, Киртания, Харихи. Постоянно воспевать имя Бога может только тот, кто в смирении травинки и терпеливее дерева, тот, кто готов оказать почтение другим, и, о, Боже, какой сюрприз, еще не ожидая в ответ почтения так что, как оказывается, действительно воспевать имя Бога это не так просто. Мы его призываем, мы пытаемся, но действительно войти в резонанс с подобной волной, чтобы Харе Кришна стала Харе Кришной, а Кришна стал Кришной, не просто фотографии, это высочайшее достижение в этом мире. Я слышала еще такой факт, что не всем людям дано вообще дана возможность воспевать мантры по разным причинам. Нет. Возможность в широком смысле дана всем, кого, если что, если кто-то немой родился, он может это делать мысленно, но дело в том, что потребность воспевать какую-то мантру, она возникает у единиц. Почему? Потому что этот мир это место, где люди приходят жить без Бога. то есть здесь каждый человек, кто пришел в материальный мир, он родился для того, чтобы быть маленьким Богом, Богом своей семьи, Богом маленьким Боженьким. Хотя бы в парке на гитаре ты криворуко заиграл, но хотя бы на 15 минут и вот божество парка. И вот таких собирается целый материальный мир. и поэтому материальный мир само по себе пространство, где люди пришли, чтобы жить без Бога. Поэтому понятно, что у каких-то людей, которые интересуются духовностью, которых религия интересует не только в аспекте политики, а которые действительно стремятся постичь что-то за пределами этого мира и готовые на основании преданности строить отношения с Абсолютом, их будет очень мало. Просто потому, что честных, порядочных людей мы пытаемся найти в тюрьме, нормальных психушки и здоровых больниц. Вот поэтому людей такого плана в этом мире немного. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вы уже призываете мантру более 10 лет. Ну это было поташ, можно сказать, воспеваем, да, ну скажем так, воспеваем на неком уровне таком, да, незначительно. Ну если хочется сказать, можно так сказать, да. Объясните, вы это делаете постоянно, регулярно, каждый день или может быть у вас были такие периоды, когда вы прекращали по каким-либо причинам это делать? Нет, я это делаю каждый день. Единственное, что у меня было, что в свое время я воспевал много мантры, часа по три в день, сейчас я это, конечно, делаю меньше. И в общем-то, ну это нормальная практика, в любой традиции христиане молятся тоже на четках, или там, ну в любой практике ты уделяешь время каким-то ее компонентам. Вот, поэтому это происходит в моей жизни. Вот, другое дело, что наверное, то, что я могу сказать, что я постоянно чувствую, что часто это происходит в моей жизни формально, и когда я вот слушаю лекции учителей или общаюсь с людьми, которые более глубоко этот процесс воспринимают, я чувствую, как трепетно они относятся к имени Бога, как трепетно они относятся к молитве. Я понимаю, что я отношусь к этому нетрепетно, потому что я считаю, что я и так нормальный человек такой, у меня и так все нормально, у меня в общем-то проблем нет. А для того, чтобы воспевать имя, ты должен понять, что ты в беде, вот, что у тебя есть проблемы, что ты не такой великий и не такой занятой чувак, вот, а имя это олицетворение красоты, любви, надмирной истины, в которых ты нуждаешься. А я чувствую часто, что у меня так все в порядке, я ни в чем не нуждаюсь, вот, ну, не в смысле, что там, в деньгах, конечно, нуждаюсь в удовлетворении амбиции, а вот в светом имени не очень, вот, поэтому я понимаю, что мое имя, оно очень интеллектуальное, ну, так, что вот сказали, вот, это мантра, вот, такой красивый текст, как я вам рассказал, вот, но я вижу каких-то людей, мастеров Бхакти-юйги, с которыми общаюсь, что, к счастью, гораздо большая глубина там есть, но нужна какая-то вера, какая-то концентрация, о которой я, возможно, забываю всю, ну, какого-то материализма, вот, ну, вообще, вот, 10 лет, это же, там, 12 лет, вопрос интенсивности практики, во-первых, душа идет много жизней, не вопрос, там, 10 лет, а во-вторых, ну, это такой условный оборот, потому что, в духовности измеряется степенью погруженности, а не, то есть, ну, духовность, это не тюрьма, там, не сроками считают, там, вот, вы уже 10 лет отсидели, там, это далеко, это вообще не является центральным критерием. Мне интересен был тот момент, что были ли у вас периоды, когда вы не читали мантру вообще, то есть, вот, вы повесили четкий шкафчик, положили, и ходите, и понимаете, что вот, вот, не могу я сейчас сидеть, а вот. Нет. Нет. Ну, мне кажется, честно говоря, могу сказать, я считаю себя очень ленивым человеком, вот, у меня, допустим, бывали периоды, когда я не соблюдал постов, вот, когда по каким-то, вот, и в целом, мне кажется, что, если, ну, мне кажется, я достаточно искренен, потому что, ленюсь я достаточно, ну, так, плодотворно, поэтому нет, и, наверное, даже как-то вот, да нет, не было. А, скажите, зачем? Ну, я понимаю, что по канону должен сказать, у меня был там мрачный период, я тогда не воспевал, и потом мне там, ну, ну, вот, не было такого в моей жизни. Ну, это прекрасно, это замечание. Если вас как-то утешат, тут у меня есть браминский шнур, браминский шнур, это вот такая штука, которую меньше знаешь, лучше спишь, это фактически священническое посвящение, вот, и, в принципе, я себя, наверное, часто чувствую каким-то даже антиподом священника, таким малорелигиозным, полусветским человеком, вот, шнур, иногда, что называется, жжет, вот, вот, а мантра, я чувствую как-то это гармонично, что каждый должен молиться, ну, если ты в какой-то традиции, ну, молиться, это же нормально. А шнур, он дается, после того, а шнур, а шнур, это считается для тех людей, которые более серьезно относятся к своей духовной жизни, вот, но дело в том, что его не так, что одевают, снимают, так не принято, вот, и у меня был период, когда я считал, что я хочу более серьезно относиться к своей духовной жизни, а сейчас у меня иногда из-за этого шнура такой фейс-паум, вот, но, как сказать, уж, как сказать, фашистка отлет не привернуть обратно, поэтому. А зачем вы вообще придумали религии в мире? Нет, ну, надо понять, что мы воспринимаем табу, какой-то запрет, как ограничение нашей яркой индивидуальности, да, вот, а есть такой исследователь культуры, Клод Левистрос, у него есть такой труд, на французском называется мифологический, не знаю, как его переводили уж, ну, Клод Левистрос, мифологический, вот, и там у него есть очень интересное наблюдение о том, что чем развитирует культура общества, тем больше там каких-то табу, ну, то есть, понятно, если вы идете на прием к королеве, вы не можете зайти в кедах, или на роликах, или там прямо из рыбного магазина, вы должны как-то войти в форму, узнать, какая вилочка для крабов, какая для ананаса, ни в коем случае их не перепутать, какая для оливок, это три разные вида вилок, вот, и оказывается, что часто, уже расхвателось вон прям королеве, да, вот, и оказывается, что Левистрос, он дал определение культуры, что чем большее количество табу, самоограничений, гранатных человек может соблюдать, тем более цивилизованным, культурным он является, поэтому с религией, начиная где-то с 18-го, с 19-го века, борются философы, какие-то прогрессивные мыслители, потому что они считают, что она ограничивает научные знания, она ограничивает свободу личности человека, и так далее, но при этом, точно так же, в это же время были и видны какие-то религиозные мыслители, писатели, начиная от Достоевского, и, там, заканчивая Шопенгауэром, который интересовался ведами, которые тоже были разумными людьми, вот, и наоборот, интересовались какой-то метафизикой, духовностью, вот, я бы сказал так, что, действительно, современное общество, оно считает, что, оно считает, что духовность должна быть осознанным выбором человека, вот, а не должно быть чем-то, что вот априори навязывается, вот, но в этом есть плюсы, есть и минусы, потому что, в древности, когда цивилизация была, в большей степени, традиционной, меньше ставил экспериментов, на себе, то она была, может быть, более консервативной, менее прогрессивной, там, канализация не так развита была, но она существовала веками, тысячелетиями, сейчас мы сделали стремительный скачок в экономике, технике, но оказывается, что в любой момент мы можем устроить теперь экологический кризис, а если покажется мало, еще экономический, если покажется экономического, еще устроить демографический, вот, а следом, чтобы как-то справиться, еще и ядерную войну, вот, поэтому смысл в том, что действительно, скажем, удаление различных табу, запретов, акцент на свободе личности, на технике, он дал определенную вспышку, но теперь, после этой вспышки, многие люди говорят, нет, 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 это общество, которое возникло, это общество потребителей, общество формалистов, и такие фильмы, как «Матрица», например, они говорят о том, что ты должен, что люди, живя в этом обалденном, нерелигиозном светском обществе, они чувствуют, что мы хотим вырваться из какой-то иллюзии в какую-то реальность, поэтому светская, нерелигиозная идея прогресса, это прогресса свободы для чувств, развития средств наслаждения, более хорошие телевизоры, более мягкие кровати, более комфортная техника, развитие возможностей наслаждения или развитие индустрии, более мощные предприятия. Но хотя мы смотрим, сколько будут стоять небоскребы, мы забываем, сколько будут стоять наши собственные тела, которые в этих небоскребах живут. Поэтому ведическая идея прогресса, ее выражает мантра Брихатор и Нейка Упанишады, очень известная. «Асатомасадгамайо, тамасымаджотиргамайо, мритирма амаритагамайо». «Досвершим мои путешествия из иллюзии в реальность, асатомасадгамайо, от невежества к знанию, от тьмы к свету, тамасымаджатиргамайо, от смерти к бессмертию, мритирма амаритагамайо». Вот эта идея прогресса, она принимается в духовности, в религии. Насколько это хорошо или плохо судить каждому самому. А как долго в мире существует традиция гаудио-вешновидма? Как давно это? Древняя традиция? Ну, Шри Чайтанья, основатель традиции, приходит в 15 веке. Соответственно, существует вот у нас, если сейчас 21, считаем, что 6 веков. Можете рассказать подробнее историю? Мне кажется, сильно подробно не стоит. Я могу сказать лишь то, что когда приходит любой аватар, то определенные признаки есть этому. И Шри Чайтанья, он родился в Новодвипе. Новодвипа — это острова Наганги. Точно так же, как мы знаем, что вот есть Венеция, точно так же Наганги в Бенгалии. Это Бенгалия, там где тигры как раз. Так вот, Бенгалия — это огромные острова Наганги. Между этими островами лодочное сообщение. И с мистической точки зрения каждый из этих островов символизирует какую-то форму служения Всевышнему, какое-то подношение лампад, какое-то поклонение, какую-то молитву. И вот эти 9 островов Новодвипа означает «новые острова». Они появились там пару тысяч лет назад, с тех пор называются «новые острова», в отличие от старых, которые 5 тысяч лет назад появились. И вот эти острова Новодвипа, они были в древности центром ведической учености, грамматики, изучения санскрита. Вот там, в Бенгалии, в 15 веке появляется Шри Чайтания. Шри Чайтания, он появляется в семье жрецов, браминов, и изучает, он становится прежде всего выдающимся логиком, выдающимся санскритологом. Он одерживает победы в диспотах, в поэтических состязаниях. Но потом он уходит в Гаю, почтить память предков. Потому что Гая — это место, где совершается шрадха, обряды по умершим. И в данном случае он уходит формально совершить обряд по умершему отцу. Но с точки зрения метафизической, Гая — это место, где аватары вспоминают о том, что они аватары. Потому что, если вы помните, чем знаменитый Гая, Будда медитировал по дереву в Гае, и там Будда становится Буддой. Ситхарта Гаутама становится Буддой. Точно так же выдающийся ученый, Нимай, его зовут на тот момент времени Нимай-пандит, потому что он родился под деревом ним, которые должны его оберегать от злых сил. Тогда его зовут Нимай-пандит, ученый Нимай, он приходит в Гаю, и там встречает Мадхавендру Пури и своего духовного учителя, нет, нет, своего духовного учителя или Мадхавендру Пури, или Ишвара Пури, кого-то из возвышенных ващнавов, которые воспевают имена Кришны и плачут в божественной любви. И тут он понимает, что он был занят поиском истины за пределом мира материи, поиском брахмана, поиском интеллектуального знания. Но подлинное знание, оно связано не с интеллектуальными концепциями, а с сердцем, с любовью, с преданностью. И он, возвращаясь из Гаю, начинает воспевать, он принимает монашество, начинает странствовать по всей Индии, и принимает новое имя Кришна-Чайтания. И дословно Кришна-Чайтания означает личность, которая всюду распространяет сознание Кришны. Четана означает сознание, а Кришна-Чайтания, самое имя этого аватара, оно означает, тот и повсюду распространяет знания о преданности Кришне в абсолютной красоте. И вот, когда Шичитания, он обходит всю Индию, он становится знаменит, его учеником становится Сарабхавом Аббатачари, главный священник храма Джаганата, в Арисе, это самый крупный, самый древний храм Индии. И позже, поняв, что его миссия выполнена, что он распространил всюду практику имя слави, воспевания Хри Кришны-Махамантры, Шичитания, он уходит в свои внутренние переживания любви к Богу. И последние свои годы он проводит в Гамхире, это в окружении нескольких своих самых близких учеников, спутников, в Гамхире, где он уже не общается с внешним миром, и в божественном безумии проводит свои последние дни, сгорая в разлуке в любви с Кришной. Переживая высшее духовное переживание этой реальности, любовь, любовь в разлуке с Богом, с Кришной. Это краткая биография. И как только он уходит из этого мира, вот если бы мы с вами померли, простите, то написали бы некролог. А когда уходит Шичитания, то тут же возникают священные писания, которые описывают его биографию. Шичитания Бхагавата описывает в основном его детские деяния, а Шичитания Чаритамрита описывает в основном его сокровенную сущность и его взрослые деяния. И кто пишет Читания Чаритамриту? Кришнадас Кавирадж, который является на тот момент времени где-то 90-летним стариком, и он говорит, и в его дневниках мы видим, как рождается полно-духовная литература. Ну вот, допустим, наверняка же у вас возникал вот вопрос, вот как Коран возник или как Библию записать? Никто что, вообще это же тайна. Вот как так? Непонятно кто и вдруг раз священное писание. И вот Кришнадас Кавирадж, он пишет, как возникает подлинное священное писание. Он говорит, что я не вижу, я слепой уже почти, у меня руки дрожат, вот, и тем не менее я пишу строки Читания Чаритамрита, как будто невидимая сила водит моим пером. И вот так возникает, ну, Читание Чаритамрита это вот такая несколько томов, причем там Бенгали, санскрит, поэзия, там сложнейшие теологические, онтологические вещи, изложенные на сложном санскрите, там рассказывается о каких-то сокровенных истинах, каких-то философских истинах. Вот. И вот сразу после ухода Читания, Ши Читания возникает Священное Писание, которое повествует о его биографии. Вот. И потом так постепенно от учителя к ученику это знание доходит до нашего времени. Причем в 19 веке вайшнавский святой Бхагдивинот Такур он делает предсказание о том, что в какой-то момент времени это знание распространится по всему миру. Ши Читания, как и Христос, он пришел не только, точно так же, как Христос, он не пришел к ограниченной группе иудеев, точно так же, или греков, точно так же, Ши Читания он не пришел к граничной группе индийцев. И наступят времена, когда русские, немцы, англичане, индийцы, китайцы, они все возьмутся за руки и будут воспевать имя Шри Кришны Читания и Хри Кришна Махмантру. И в 20 веке благодаря выдающемуся проповеднику, который является Шахтявеши-аватарой, то есть божественным посланником Бхактивиданта Свами Прабхупади, действительно, эта практика распространилась по всему миру. Причем, Бхактивиданта Свами, он приехал в Америку где-то уже там 70 с чем-то лет, почти подводил, там было под 70 лет, и местная газета написала отчет о том, что приехал странный Свами, одетый в розовые резиновые тапочки, и он говорит, что хочет проповедовать американцам свое учение индуизма. И уже там буквально через 5 лет Прабхупада, он приезжал, прилетал в Лондон, где его встречал личный автомобиль Джона Леннона, и увозили сразу его, и его книги издавались тысячными тиражами, и если вы просто изучите биографию Бхактивиданта Свами Прабхупады, как за несколько лет он издавал 10 томов Священных Писаний, например, на Санскрите, на Бенгале со своими учениками, вы поймете, что мистическая энергия действует, когда нисходят аватары, когда распространяются их учения, это является апуруше, это не воля людей, это игра божественной энергии, которая желает распространить себя. И что еще интересно, когда нисходит аватар, многомерная реальность нисходит в наш мир, духовный мир нисходит. И получается, когда он уходит, тоже многомерный мир сворачивается, и получается склейка между реальностями. И надо как-то ее смягчить, поэтому после ухода аватаров всегда потоп происходит. Поэтому, когда уходит Кришна, его крепость Дварака тонет на дне моря, когда Рамачандра уходит, Рамачандра сам уходит в океан, он все понимает, как надо делать. А когда уходят Шичитания, Ганга меняет русло, и на несколько сотен лет затапливается оригинальные места, где он жил, а потом Ганга опять изменяет русло, эти места вновь проявляются, и Бхактевинот Такур, выдающийся вайшнавский святой 19 века, он сначала их находит по картам, но потом он думает, ну вот я по картам нашел, а вдруг я ошибаюсь, интеллект это несовершенный инструмент, и вот он сидит в своем доме в Годруме и видит сияние, которое исходит на соседнем острове на Майпуре, и если бы мы с вами были на месте Бхактевинот сказали, а, карты плюс мой мистический опыт, это точно местоявления шичитания, но Бхактевинот думает, мой духовный опыт тоже может быть иллюзорным, и как поступает он, он берет своего гуру, 120-летнего Джаганадха Даса Бабаджи, который уже на тот момент слепой не может ходить, и которого носят в корзине, приносят на то место, которое он определил по картам, и в соответствии с собственным духовным опытом, и немощный Джаганадха Даса Бабаджи, он выпрыгивает из корзины и начинает танцевать, и тут Бхактевинот говорит, ну ладно, допустим, это то самое место, вот таким образом проявляются все эти вещи. Я еще где-то слышала, что в этом месте росло очень много туловий. Ну там мусульмане там сажали картошку, вот, а в том месте не сажали, и вот Бхактевинот с Джаганадха Даса Бабаджи подходит и говорит, а что, ну, они же шифруются, говорит, а что картошку здесь не сажаете? Они говорят, а мусульмане отвечают, да мы пробовали сажать, только говорит, две проблемы, сами мы от этого болеем, а картошка к тому же еще не вырастает. Так бы хоть понятно, хоть бы болели, но картошка, а картошка все равно не растет. Вот, зато там росли, зарастетулось ли. Ну, я просто уже на пафосе таком был, а вывод, вдруг на картошку. Ну да, вот такая история еще была. Но смысл такой, что важно понять, на самом деле божественно распространяет себя по своей воле. Наши усилия, мы лишь инструмент. Вот. Но с другой стороны, никому божественное знание не навязывается. То есть сейчас есть интернет, сейчас есть книги, но при этом никому там какая-то вайшнавская инквизиция не приходит и не говорит, что давай читай. Вот. Поэтому это интересно, наше время, светское время, время свободное от религии тем, что мы можем отойти от религии и сконцентрироваться на духовности в лучшем смысле этого слова, которое всегда может быть только добровольным. Вы своим интересным ответом про Бхакти Веданту с вами Прабхупада опередили мой... Вам про тапочки запомнилось больше. Опередили мой вопрос, Ну так бывает, да. который заключался... Ну я рад. Нет, уже хорошо, который заключался... Извините. По-моему, значит очень веско. Который заключался... Во... Во... Ху... Ху... Который заключался... Действие божественных энергий. Да. Я думаю, спешим на они. А? Энергия, энергия. Все божественные. Уже просто 9.00 уже нам намекают. да нелегко мне кажется что на лицо знаки свыше что именно здесь пора сказать что вопрос не заключался вот в чем почему до какого-то определенного момента сознание кришны мне было распространено в этом мире а вот потом за очень большой короткий промежуток времени но так сильно распространять ну потому что график не мы не мы пишем вот и в общем то если мы говорим именно распространение сознания кришна то это оно распространяется очень мягко оно распространяется век когда есть демократия средства массовой информации вот и если первыми христианами имя кормили львов например там все было очень драматично то хотя сознание кришна она также встречала преграды со стороны властей вот еще в советском союзе но тем не менее по с периодом распространения ислама или христианства она распространилась быстро и мягко и причина этого милость господа потому что если мы хотим быть смиренными то мы можем сказать что каковы мы такие испытания вероятно посмотрев сверху господь заключил что в 21 веке уже люди расстреляли такую закалку первых христиан потеряли львов не хотят собой кормить вот значит надо немножко побыстрее помягче до 20 века сознание кришны и гаудио вид но он был распространен основном в индии пингави это отдельная тема для беседы вот там в самой индии точно так же как у нас тридцать седьмом году были репрессии вот а там где-то в семнадцатом революция точно также в начале века в индии возник гаудио матх это миссия которая стала очень широко проповедовать учение сочетание по всей вот благодаря святому который был сыном того самого бахтевинода такуроват который видел видение до сросвати такуроват его сын он был очень энергичным проповедником вот а у бахтиданта с вами который распространил еще через где-то там 50 лет это учение по всему миру у него в паспорте мне говорили хотя может быть легенда в колонке отец стояла бахтиданта сарасвати такуру вот имя его духовного учителя вот поэтому все это было ли мистики это были святые высшего уровня и на их уровне они могли распространять что-то по всей индии по всему миру но обычные люди они прежде всего должны заниматься своей духовной жизнью ну и жизнью духовной небольшого количества людей которые им доверяют которым за которых они могут взять ответственность но в целом конечно проповедники такого общей дисков или общемирового уровня это в высшем уровне это проводники божественной воли и они обитатели духовного мира которые не сходят сюда поэтому такого уровня люди они редки вот но есть обычные проповедники которых сейчас много вот они поддерживают ту искру и стараются чтобы из искры разгорелась пламя и смешно сказать что в какой-то момент наша планета стала готова к распространению этого знания и да просто в разные эпохи воплощаются люди с разной кармой есть периоды когда-то в основном карму просто отрабатываешь допустим человек рождается там в африке где-нибудь или человек рождается в семье заключенных там в концлагере а есть периоды когда человек не отрабатывает карма когда он формирует свою судьбу когда он относительно свободен вот и если до этого боговат гита она объясняет что тот кто шел по духовному пути он рождается либо в семье добродетельных людей либо в семье обеспеченных если совсем вел себя хорошо и добродетельно обеспеченный а если он уже почти мистик он рождается в семье кто уже йогов каких-то но это уже сценарий святых на самом деле основном вот но смысл такой что обычно все-таки люди которые интересуются духовности среднего класса или из обеспеченного класса ну то есть это не лентом пролетариат какой-то вот а пока армии предоставляется какая-то возможность ну не думать только выживание а посвятить какое-то свое время вот иногда говорят что даже движение хиппи специально было господом замучено для того чтобы вот в америке распространилась эта волна которая бы пошла на весь мир а как вы относитесь к такому заявлению я тоже где-то то ли слышала то ли читала что вот лсд это тоже является частью проявления то есть то что мы живем настолько тяжелую эпоху что бы лсд но после на высшими силами чтобы у нас быстрее открывался сознание и мы могли воспринимать это я бы слышал от кого-то это лсд лсд была частью контркультура вот то есть скажем так что в америке в определенные десятые шестидесятые годы сформировалась определенная контркультура которая интересовалась чем-то трансцендентным то есть выход за пределы жизни стремилась вырваться из матрицы не жить как все возможно быть маргиналами причем часто это были люди из обеспеченных из семи из семи профессорских или семи богатых вот то есть хиппи американские той поры это были не просто какие-то гопники которые хотели свободной любви у которых был с собой косяк это была часто интеллигенция часто элита которая стремилась вырваться из сетей общества и просто создать какую-то контркультуру свободу но частью этой свободы была свобода духовная и стремление постичь что-то запредельное и в это время стартовали несколько течений вот в том числе как один из методов выхода за какие-то границы воспринималась наркотики лсд и тогда же стартовали какие-то гуру лсд например не знаю возможно тогда живут тимати лири или какие-то такие тогда же начинал свои первые книги писал карлос кастанеда который стал потом тот же кастанеда после есть шутка что не так страшно кастанеда как первые три его книги потому что уже сам кастанеда потом на семинарах говорил что называемые растения силы это только один из вариантов пути и это далеко не главное моей системе главное это мистицизм вот поэтому на тот момент огромное количество людей которые собралось они стремились трансцендироваться выйти как-то за пределы а как на тот момент было не очень важно будет ли это хоровод любви или будет ли это лсд или какая-то мантра еще лучше хоровод любви с лсд и какая-то мантра правда же вот нет так вот я же поэтому и рассказывают чтобы это возникло понимание канвы в которой это все происходило вот и соответственно в какой-то момент времени знаете как какой-то русский классик он стал ходить в народ и решил пить с народом а потом чтобы слиться с ним а потом написал что есть такими методами с народ с русским народом не сольешься сопьешься вот точно также в какой-то момент времени часть этих людей они стали чувствовать что глюки они ловят несомненно сильные но является ли это средством уменьшения вожделения средством полной трансформации сознания насколько глубок этот опыт это вопрос другой и кто-то остался на уровне там тот же тимати лири или позже там станислав гров на уровне наркотической концепции а кто-то ушел в метафизику когда они поняли что сознание первично что несомненно что сознание зависит от материи наподлинная революция она происходит не в мире влияния материи на сознание а сознание на материю сменился акцент и вот такие глубокие люди которые понимали что наиболее глубокий результат достигается не сфере влияния материи на сознание все и влияние сознания на они стали практиковать более чистые формы духовности медитации и так далее и это очень просто когда одного из крупнейших вайшнавских богослов шдхара махараджа спрашивали а может ли лсд дать бога он объяснял что если какое-то химическое вещество может дать бога это значит что она выше бога когда его спрашивали а могут ли силы йогов которые двигают глазами бумажки там и зажигают их дать нам богу он говорит значит мистическая сила йогов которые двигают бумажки насылают порчи сильнее чем энергия бога который держит свою энергию все планеты поэтому очень простой аргумент шдхара махараджуна был такой что если какое-то вещество может дать тебе бога это вещество выше бога а подлинная правда заключается в том что абсолютно непобедим единственно чему он покоряется это любви он говорит ахам бакта парадхино что я моя природа такова что я покоряюсь любви но и у них я не говорит я покоряюсь лсд мистицизму и амбиции я просто как-то видела видео вот как раз показывающий этот период который проповедовал среди какого-то у пенера на пляже на берегу среди странно одетых людей со странными прическами и как бы вот отсюда возник это загадочными расческами загадочными лицами что первая волна сознание распространение сознания кришна в америке и в мире как раз прошла после после шесть месяцев в америке до в мире уже нет в мире это распространялась уже далеко не с таким элементом контр культура вот просто надо понять что это очень просто сводить все там к лсд это в целом был период создания мощнейший контру культуры и это не были какие-то сообщества банальных наркоманов это были ищущие люди которых интересовала с магия трансцендирования потому что чем отличается лсд или мискалин там скажем от марихуана и кокаина что это же ведь даже сами наркотики которые в большей степени нас направлены на альтернативное состояние сознания они на кайф да это не кокаин не героин то есть они направлены на попытку трансцендироваться уйти в трип постичь другие реальности а светская наркомания направлена на кайф позитив на торчание даже по выбору можно определить что это была какая-то попытка серьезность вот и на этой веселой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир и я думаю мы можем идти к выводу к такому выводу что на самом деле чистое сознание есть чистое сознание и никакие материальные вещества нас к нему isso шилавад махараж говорит гениальную вещь он говорит что первично материя ли сознание веда говорят сознание первичное а дальше возникает вопрос что определять быть и те показания знание ли сознания пр brutality и есть оказывается что они идут рука убороку бытие на сознание влияет но так как сознание первичное, надо понять, что все глубокие трансформации нас, конечно, должны учитывать бытие, но должны исходить не из сферы материи, а из сферы сознания. Эволюция сознания, не эволюция имиджа человека. Спасибо вам большое за прекрасный вечер, за прекрасную беседу, мы прощаемся с вами.